Ваше Высокопреосвященство, Владыка Митрополит Ювеналий, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Досточтимые Отцы, Матушки Игумени, Братья, Сестры, я сердечно еще раз поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова и благодарю за добрые слова, которые сейчас здесь были произнесены, за эту совместную молитву, которая всегда для меня очень дорога, потому что Церковь Божия – это община, объединяющая людей. Вот иногда задают люди вопросы, говорят, а почему нужно строить большие храмы, не задумываясь о том, что невозможно построить такой храм, который бы отвечал самой природе Церкви, когда вся Церковь объединяется вокруг Престола Господня и совершает Евхаристию. Так было только в самом начале христианской эпохи, когда в тайне от посторонних собиралась Церковь в одном помещении. Так было на Тайной Вечере и так было на Первых Вечерях Любви в Иерусалимской Церкви. Но теперь невозможно даже себе представить это единое евхаристическое собрание, потому что к Церкви принадлежат миллионы и миллионы людей по всему лицу Земли. Но всякий раз, когда в большом соборном храме мы собираемся вместе, епископат, духовенство, верующий народ, то мы являем образ вот этой Церкви, которая не может вместиться ни в одном храме. Мы чувствуем свое единство, мы сознаем, сколько важно вместе молиться, принося Господу свои прошения и благодарения. Единство Церкви – это заповедь Божия. Единство Церкви – это божественное предначертание. Единство Церкви – это воля Господа о своих последователях. Но мы знаем, что эта воля многократно в истории нарушалась и разделилась христианская община. И казалось, что разделение – это то, что порождало отдаленная от нас эпоха. Но на самом деле это не так. И сегодня мы являемся свидетелями разделения нашей Церкви. А потому не перестает душа болеть за братьев и сестер наших на Украине. Потому что именно по той части единого тела Церкви нашей прошло это разделение, столь тяжко отражающееся на жизни людей. Но мы знаем, что сила Божия сильнее всех злых человеческих сил. И мы знаем, что воля Божия о том, чтобы мы были едины. И потому, соединяя свои надежды с горячей молитвой, просим Господа сохранить единство Церкви нашей, единство вселенского православия, чтобы никакие злые замыслы не могли его разрушить. И это надо не для нашего тщеславия, не для того, чтобы тешить какие-то горделивые чувства. Это нужно потому, что единая Церковь – это воля самого Господа. И принимают на себя великий грех те, кто во имя человеческих амбиций или побуждаемые внешними силами разрушают единство Церкви. И потому я призываю всех, мои дорогие, молиться о единстве нашей Церкви, о наших братьях и сестрах на Украине и во всех других местах, где возникают трудности, для где возникают проблемы и где внешние обстоятельства создают угрозу церковному единству. Всякий раз, когда мы встречаемся здесь с вами, я думаю о нашем граде Москве, я думаю о множестве верующих людей, количество которых, по милости Божией, увеличивается. Когда-то мы начали строительство новых храмов, и это этому начинанию уже более пяти лет. И тогда были скептики, которые останавливали нас от осуществления этих мыслей и говорили, что и в действующих-то храмах не всегда народу столько, чтобы вместиться было невозможно, но построите эти храмы, и они будут пустыми стоять. Вот сегодня мы свидетельствовать можем, что нов построенные храмы не стоят пустыми. Они становятся очагами духовной жизни там, где не было даже никаких внешних проявлений религиозной жизни людей. Они становятся местом объединения православных людей, местом совершения богослужений и осуществления многих добрых дел и благих начинаний, в том числе и оказания помощи нуждающимся, и работа с молодежью, и педагогическая деятельность. И когда, посещая приходы города Москвы, я вижу, как расцветает сегодня приходская жизнь, как она меняется на глазах, то, конечно, первое, что возникает в сердце и в разуме – желание возблагодарить Господа за те милости, которые Он изливает на нас. И чем сложнее становятся внешние обстоятельства, тем активней должна быть наша церковная жизнь. На уровне приходов, епархий, монастырей мы должны действительно обрести некое новое дыхание, устремляясь в будущее и сознавая, что этот путь в будущее для Церкви никогда не был легким. Но мы должны быть способными нести весть о Христе в любых условиях, невзирая на внешние обстоятельства. помня, что от нашего слова, от слова, которое произносится церковью, зависит спасение людей. И проникаясь этим чувством ответственности за будущее, за будущее Церкви Христовой, за будущее нашего народа, мы должны умножить силы для того, чтобы достойно осуществлять наше призвание. Хотел бы сердечно поблагодарить еще раз епископат города Москвы, духовенство, монашествующих и всех вас, мои дорогие, за то служение, которое мы все вместе совершаем при первопрестольном граде во славу Божию. и верим, что родившийся в Вифлееме Спаситель, принявший свет миру, не оставит своих учеников, которые призваны этот свет нести окружающим их людям, нести свет Христов всему миру. Аминь. С праздником всех вас сердечно поздравляю! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok